Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. По высшему разряду Бавруйские электросети готовы к осенне-зимнему периоду. Выполнен комплексный капитальный ремонт шести подстанций. Какая стоит задача? Совесть в обмен на деньги. В Беларуси возбуждено 600 уголовных дел о телефонных мошенничествах. Все курьеры осведомлены о криминальном характере своей деятельности. Кто чаще всего попадает в ФРОСАК? Вкус осени. В городе продолжают работу сельскохозяйственные ярмарки. Картошка, видите, какая чистенькая, хорошая. Во сколько обойдется борщевой набор? А также всебелорусская стройка, временный запрет и здоровый туризм. Здравницы страны в межсезонье заполнены на 90%, за что наши санатории любят иностранцы. Вместо тихой молитвы президент посетил Хатынь. В первую очередь Александр Лукашенко посмотрел, как идет реконструкция мемориала, который объявлен всебелорусской молодежной стройкой. Полово государство поставил задачу ускориться, завершить все работы к 80-летию трагедии. И самое главное, сохранить первозданный вид комплекса. Все должно быть надежно для людей, чтобы нам не стыдно было потом. Мы приняли решение о том, что Хатынь мы приведем в порядок до... 22 марта 2023 года, до 80-летия юбилея. Правильно. Дальше тянуть было нечего. Плохо, что вы мне не предложили раньше это сделать. Ну, раз не предложили, придется штурмом брать. Ну, я вижу, что тут... Ну, ну что, если распределить, как вы распределили эти объекты, то мы вполне успеем. Главное, это музей, чтобы вы успели. Музификация, самое наполнение, самое главное. Ну, естественно. Строительное. Вот строительное, тут никаких проблем. Да, тут нет проблем. А вот... Музификация, самое главное. Ну, так это надо, чтобы сидели группы. И, грубо говоря, каждый зал, а у нас их сколько? Шесть. Шесть залов. Они уже их не просто картинки, как вы мне присылаете, а чтобы у них были экспонаты. После президент ответил на вопросы представителей СМИ. Александр Лукашенко акцентировал, никакой мобилизации в нашей стране не будет. Также белорусский лидер анонсировал встречу с Владимиром Путиным. Коснулись темы вступления в ШОС, сотрудничества с КНР и работы на информационном поле. По горячим следам в Беларуси раскрывают 80% телефонных мошенничеств. Под предлогом оказания помощи родственникам, якобы попавшим в ДТП, аферисты вымоили уже более 4 миллионов долларов у пенсионеров. Пик преступной активности пришелся на май-июнь этого года. На удочку чаще других попадаются женщины 60+. А вот курьеры – молодые люди, без определенного рода занятий. Самому младшему – 15, старшему – 56. Все курьеры осведомлены о криминальном характере своей деятельности. За работу получают от 5 до 15% от суммы. После задержания, как правило, оказывают содействие правоохранительным органам. Напоминаю, что за подобные действия уголовным кодексом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 10 лет. Нередко курьеры успевают перевести деньги организаторам. Все потому, что потерпевшие обращаются в милицию только спустя некоторое время. Сейчас возбуждено почти 600 подобных уголовных дел. В 463 случаях подозреваемые установлены. Наступная древесина, осенний маршрут и экспортный стоп-лист. Беларусь вела временный запрет на вывоз некоторых промтоваров. Что в списке? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь вела временный запрет на вывоз некоторых промтоваров. В списке около 250 позиций. Это бытовая техника, медизделия, грузовые и легковые автомобили, велосипеды, мотоциклы, двигатели внутреннего сгорания. Исключение – изделия белорусского и российского производства. Постановление действует в течение полугода. В республике упростят получение деловой древесины. Теперь белорусам не нужно будет обращаться в исполкомы и ждать своей очереди. Вопросом займутся лесхозы. Благодаря нововведению топливо станет доступнее. Правила вступят в силу с 25 сентября. В стране с октября начнет работать добровольная накопительная пенсия. Клиенту необходимо заключить договор со страховой компанией «Стравита». А затем отчислять от 1 до 10% заработка. Такой же взнос, но не более 3%, делает работодатель. Получать выплаты человек сможет в течение 5 или 10 лет после достижения пенсионного возраста. БелЖД назначила дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург в канун Дня Октябрьской революции. Большие выходные в Беларуси выпадают на период с 5 по 7 ноября. В России с 4 по 6. Также в школах начнутся осенние каникулы. Перевозчик ожидает большой спрос на эти даты. Продажа билетов уже открыта. Белорусские здравницы в межсезонье заполнены на 90%. Особой популярностью наши санатории пользуются у иностранцев. Сейчас на отдыхе их больше 6 тысяч. Приезжают из Литвы, Латвии, Польши и, конечно, России. Главные преимущества, которые отмечают туристы, это цена и качество, а также отношение персонала. Надежно и без перебоев. Бабарусские электросети в полной готовности к осенне-зимнему периоду. В филиале есть все ресурсы. Горючие смазочные материалы, техника, резервные источники, электроснабжение. Аварийно-восстановительные бригады оснащены необходимыми инструментами. Определен и порядок действий в случае ЧС, которое происходит, как правило, из-за понижения температуры и неблагоприятных погодных условий. Филиалом выполнены все запланированные мероприятия. Выполнен комплексный капитальный ремонт шести подстанций с напряжением 110-35 кВт. Порядка 800 километров сетей 110-04 кВт. Расчищены просеки, вырублены угрожающих деревьев на территории 760 гектаров. Все электроустановки в городе требуют периодического технического обслуживания. Главная задача специалистов – поддерживать их исправное состояние и минимизировать аварийное отключение, особенно в отопительный период. Осенний эко-рынок. В Бавройске продолжают работу сельскохозяйственные ярмарки. Фермеры из разных уголков Синёка предлагают овощное сорти, мёд, сухофрукты, саженцы и не только. Ольга Васенда уже составила список покупок. Вдоль Максима Горького 41 развернулся осенний кермаш. Свой товар предлагают фермеры из разных уголков Синёкой. Килограмм картофеля, моркови, капусты, лука и свёклы стоят от 60 копеек до рубля 20. За болгарский перец просят больше. Есть красный, зелёный, жёлтый и даже смешанный. Огромный выбор и помидоров. Мы не занимаемся перекупством. У нас все свои фермерства. Вот, пожалуйста. Скажите, может какой-то сорт определённый? Сорт? Чем он отличается? Чем он отличается? Он вкусный, он лучше, чем у других, потому что он может храниться долго, он может в закаточной форме, то есть храниться хорошо в употреблении каждый день. Фруктов и ягод здесь тоже вдоволь. Гранат 6,50, виноград от 3,50. За белорусские яблоки просят всего полтора рубля. Осенний и зимний сезон сложно представить и без мёда. Гречишный, липовый, майский, лесной. К нему сухофрукты. Представлен также широкий выбор мяса и хлебобулочных изделий. Кругом одни плюшки. Бери, не хочу. Есть и бесплатная доставка. Михалёвскую картошку могут привезти в любую точку города. При условии, что заказ будет от 30 килограмм. Один обойдётся в 65 копеек. Сорт «Королева Анна». За саженцами тоже сюда. Здесь покупателям предлагают как ягодные кустарники, так и хвойные растения для ландшафтного дизайна. Цены до 30 рублей. Очереди здесь выстраиваются каждые выходные. Вот видите, даже у них картошка, видите, какая чистенькая, хорошая, свекла, красивая. Цены нормальные, я считаю. Потому что попробуй. Когда-то я сама выращивала, то знаю цену этого труда. Пришли сегодня купить кукурузу. Ребёнок захотел сладкой. Ну и в основном частенько выходим. Каждые выходные вышли. Здесь рядом возле дома купили картошки, купили лука, моркови. То, что нужно к столу. Ждём эту ярмарку каждую осень, конечно. И радует, что она вот каждые выходные практически два месяца, вот до ноября. Осенний кермаш работает с 9 до 15 по субботам и воскресеньям вплоть до 6 ноября. Покупатели ждут и на городских рынках на Держинского, 4, Винской, 123 и Карла Маркса, 49. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Элиты национальной экономики, машиностроители отмечают свой профессиональный праздник. На Бобруйске граммаши умеют не только производить высококлассную агротехнику, но и отдыхать как следует. Во Дворце искусств людей труда чествует руководство области и города. Не обходится без наград. Грамотам и благодарностям нет числа. На сцену один с другим поднимаются те, кто обеспечивают высокий технический уровень продукции, которая пользуется заслуженным спросом во всем мире. 2022 год традиционно оказался очень интересным и благотворным в плане продаж. В действительности мы на начало года увеличили объем производства в полтора раза и не потеряли в связи с санкциями старых рынков. Кроме этого мы обрели два новых рынка – Норвегии и Финляндии. Профессиональный праздник отмечают и на ТДИА. Здесь проводят день открытых дверей и награждают лучших сотрудников предприятия. 81 человек удостаивается почетного звания ветеран труда. По обруске машиностроителям есть чем гордиться. Всему миру известно высокое качество их деталей, тракторов и коммунальной техники. К портфелю заказов можно изучать географию. В арсенале более 50 стран. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый день вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok